Год был тяжелым, но провалов удалось избежать. Таким был посыл отчета главы областного центра Алексея Огонькова перед депутатами Тверской и Городской Думы. Парламентарии с этим полностью согласились. Вместе с ними доклад городначальника о проделанной работе заслушала и наша съемочная группа. В принципе и так всем понятно, что прошлый год получился очень непростым и неоднозначным. Отчет Алексея Огонькова это еще раз подтвердил. С одной стороны немало положительных моментов. Доля автодорог, соответствующих нормативам, увеличилась до 2 третий. Жилья понастроили на 11% больше, чем в 2019 году. Но с другой стороны и проблем немало. Настоящей главной болью является Тверская генерация, которая не проводит масштабное обновление сетей, ограничиваясь только ремонтом. Впрочем, тут дело вполне возможно сдвинется с мертвой точки. Сейчас как раз проводится большая работа на уровне правительства совместно с организациями «Газпрома». Идет инвентаризация всех тепловых объектов совместно, их технического состояния. Прорабатывается, возможно, новая современная схема теплоснабжения. Может быть, взамен наших старых ТЭЦ будет возникать новые современные газовые котельные. Другие проблемы тоже являются оборотной стороной положительных моментов. Вроде бы ввели в 2020 году в эксплуатацию современную школу и детский сад. Но с другой стороны, городу прямо сейчас нужны еще 18 таких объектов. Ведь население Твери уже перевалило за 425 тысяч. Казалось бы, начали такой масштабный проект, как реконструкция Мигаловской набережной. Но с другой стороны, в порядок надо привести набережную Райзна, Трехсвятскую улицу. И тем не менее, в целом депутаты положительно оценили работу городадминистрации. Ведь, несмотря на пандемию коронавируса, чиновники не допустили крупных провалов. Не было крупных аварий. Город убирался. Администрация своевременно решала проблемы, связанные с ЖКХ. И в это же время мы недополучали часть какого-то налогового пополнения бюджета, именно связанного с пандемией. Потому что некоторые предприятия не работали. А еще оценку депутатов можно назвать авансом на нынешний год, в котором администрации надо начать либо продолжить, а где-то и закончить целый ряд важных проектов. Среди них завершение реконструкции магистрального водопровода, возведение новых школ и детских садов, ну и, конечно же, первые работы по строительству западного моста.